Ну, если в голове выходишь и проигрываешь игру заранее, сложно перестроиться, если в первый период там что-то как-то, конечно, тоже слабовато, но хотя бы держали удар, то второй бросили играть, безобразно, просто, опять же, возвращаемся к нашим качелям, игра неплохо, игра провал, нет, такого не будет, будут сделаны определенные жесткие выводы, вот. И двигаться дальше. Управлять ситуацию и в игровом плане, и настраивать ребят так, чтобы они выходили и не смотрели в турнирную таблицу, а бились с любым соперником. Можно проиграть, а можно ждаться. Сегодня, к сожалению, мы сдались. Второй период проиграли 0-3, но все-таки были и хорошие моменты, Рудаков мог забить 3-0-1, и Рейкина был хороший шанс. Ну, вот в этом и отличается. Мы создаем какие-то моменты хорошие, но не забиваем. Соперник создает и забивает. Вот и вся разница. Поэтому они наверху-турнирную таблицу, а мы внизу. Что скажете, по большинству в третьем периоде, получается, почти две минуты у нас было преимущество в двух игроках, плюс заменили вратаря, по сути, играли 6 на 3. Ну, 6 на 3 вышли, но если, еще раз, дрожащие руки выходят, и дрожащими руками хоккей не играют. Надо уверенно выходить и реализовывать преимущество в три игрока, да? А в итоге мы получаем свои ворота. Будем разбираться, делать выводы серьезные. В общем, все хоккеисты абсолютно сегодня с ним матч должны занести себя в пассив. Отметить на кого, что должно там плюс нельзя. Наверное, нет. Единственное, Саню Дюбина выделили. Бросили вратаря, это такого не должно никогда быть. Вратарь, да, бился, пластался. Ему некуда скрыться. Он один, он на воротах стоит, и он на смену не может убежать. Вот он сегодня бился, пластался, а команда его бросила, к сожалению. Еще раз, будем разбираться. Продолжение следует...